Начну я, Михаил, с вашего позволения, с информации вот абсолютно свежей. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский поделился сообщением в Телеграм. Совместно с министром обороны Рустамом Умеровым провели видео-встречу с министром вооруженных сил Французской республики Севастеном Лекарню. Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволяют первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. И далее еще по тексту. Как бы продолжение вот той инициативы Макрона, о которой мы, наверное, неоднократно говорили в наших лет. Я бы сказал так, но если честно. Я не могу открыть военные тайны, потому что я ими не владею, поэтому. Чисто визуально могу сказать, что понятно, что это называется, мы перешли на легальное положение. У нас были, безусловно, инструкторы, иностранные инструкторы на территории Украины. Просто есть. Я думаю, что для всех как-то факт. Нет, еще раз, у меня нет секретов, поэтому это мое личное мнение, не более чем. Но мне кажется, что то, что сделан Макрон... Я не знаю, кстати, были ли у нас французские инструкторы, этого я сказать не могу. Но то, что сделал Макрон, это все равно очень крутой шаг. Потому что он поставил в, если не выражаться грубо, в неудобное положение всю Российскую Федерацию и ее руководство. Ну и типа, и что вы теперь сделаете? Вы, кажется, там грозили с чем-то? Вы, кажется, там говорили, что если, не дай бог, один французский солдат пересечет, то мы сразу... Ну давайте. И где? Где ваши меры? Где ваша ядерная война? Где ваше что? Где ваша тотальная война с НАТО? Удары по Франции, кстати, да, они обещали удары по Франции за это. Макрон занимается тем, чем когда-то занимался Байден, кстати. Вот что хорошо на Западе, что много лидеров, они по очереди берут лидерство. Когда-то, я помню, Байден, про него это придумал не я, это писало какое-то западное издание, типа Вашингтон-Пост, что он топчет красные линии Путина. Было такое давно достаточно. Когда вот хаймарсы пошли, какие-то ракеты, что вот там Путин же говорил, если придут хаймарсы, мы там ай-яй-яй. Пришли хаймарсы. И вот сейчас Макрон, он же прямо обозначил, наша цель, говорит, сделать так, что нет никаких красных линий. И пусть Путин как хочет выделывается со всем этим. Зачем мы заранее, сами себе говорим, мы себя вот ограничиваем этим, чтобы помогать Путину? Мы не хотим ему помогать. Мы должны поставить его в положение максимальной неизвестности. Что Макрон и сделал? И вот этот новый шаг, что приезжают инструкторы в наши учебные центры, это еще один удар под дых на самом деле Путину, потому что ему сейчас придется выкручиваться. Посмотрим, что он будет делать. Ну, пока он ножками, значит, стучит и вместе с Лукашенко проводит совместные летно-тактические учения. По крайней мере, об этом сообщает Минобороны Беларуси в рамках совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны. В учениях участвуют авиационные воинские части, подразделения зенитных, ракетных и радиотехнических войск Беларуси, экипажи разведывательной истребительной и армейской авиации российских воздушно-космических сил. Сообщают они. Михаил, как думаете, это вот что за такое брожение или это реальная подготовка к каким-то военным действиям, либо по отражению некой атаки, как они заявляют, готовятся к защите, либо тут есть какое-то другое объяснение? Ну, про отражение речи не идет, на самом деле, потому что мы не собирались быть по территории Беларуси. Это есть некие таинственные обстоятельства, нам, кстати говоря, неизвестные. Я имею в виду, что, очевидно, есть некий сепаратный сговор с Лукашенко у нас, в смысле, и у Западной Европы, по которому мы не бьем по территории Беларуси, мы не уничтожаем НПЗ в Мозере, например, а с территории Беларуси на нас ничего не прилетает. Это факт, потому что он уже с лета 22-го года, вот такой статус-кво некий существует. Он не может существовать молча, это не может быть такое, что просто они перестали стрелять, мы перестали стрелять. Это договор. Кроме того, если вы заметите, нет санкций против Беларуси новых, то есть санкции были введены вот тогда, в начале войны, а новых не вводилось. Все новые пакеты были против России. Кроме того, ну даже вот такая мелкая деталь, вы знаете, что, например, белорусские клубы не исключены из Еврокубка, в отличие от российских. Да, белорусские не исключены. Мы просто толком не видим, потому что они там вылетают сразу, но факт, и запрещено играть внутри Беларуси, то есть они играют на нейтральных полях, там в Польше. Но почему это сейчас снова всплыло, потому что Литва отказалась, литовцы отказались с ними играть, это как бы снова всплыло, что они в принципе присутствуют. Вот. Этот сепаратный мир у нас с ним точно какой-то, не знаю, каким образом достигнутый есть. Поэтому я не верю, что какую-то атаку мы готовим, а они собираются отражать. Первая моя реакция была, конечно, очень тяжелой, потому что мне показалось, что, ну, значит, русские решили снова действительно пойти на Киев, там высаживать свои десанты и все такое. Но потом, когда я посмотрел, ну, потому что отчетников, что, собственно, нет, если они в Харьков, идут к Сумам, готовятся к наступлению на Сумы, я так понимаю, ну, как говорит наше командование. Но потом я посмотрел состав вот этих учений пока что на настоящий момент. Ну, там нет ничего внушительного, то есть это речь идет про какие-то 10 вертолетов, причем, я так понимаю, про какие-то вертолеты не, ну, не вот те, с которых десанты. Я тоже не военный специалист, но я помню, как, с чего высаживались-то люди, да, не с вот этих Ми-24 они высаживались, то есть это некие транспортные, логистические какие-то истории, я так понимаю. То есть пока, я думаю, все-таки это действительно, ну, как, посидели же они там за шашлыком в эту ночь, потом позвали же Януковича, чтоб разливал, позвали там всех остальных. И надо же было о чем-то договариваться, прилетел новый министр обороны, ну, он что должен сидеть? Как корольный, этот самый, не корольный мини, в данном случае, к тещи на блины приехал, вот, не к тещи на блины. Значит, его сажают с кем? С министром обороны Беларуси. Просто по рангу положено, вот стол, да, вот вам столик для министров обороны. Они сидят, ну, и что они будут? Сидеть друг напротив друга в носу, ковыряться? Давайте проведем учение? Ну, давайте, какие? Ну, 10 вертолетов у нас есть, ну, давайте. Вот мне пока это выглядит, как некое ритуальное учение, ритуальное. Типа показать, что мы договорились, что мы посовещались, что все работает, Лукашенко позвонил, да-да, давайте, давайте, вертолеты. Пока так. Если это не, если, подчеркну сейчас заранее, да, не надо расслабляться, если все это не будет на ораще в отца, то есть не прилетят завтра еще 10 и еще 10, то пока это выглядит как ритуал. Уважаемые зрители, попрошу вас нажать кнопку «Лайк нравится» прямо сейчас, буду вам за это признателен. Михаил, а вот по поводу встречи Путина и Лукашенко, особенно вот эта ночная его часть, до полчетвертого утра, это как бы публично оглашается, вот они что хотят этим показать? Срочность совещания или близость этой пары? Почему до полчета, почему нельзя на следующий день работать плотно просто, ну, не сидеть там? Я думаю, что правда она в другом. Тут у меня, кстати, есть, в общем, 90-процентная уверенность. Понятно, что между этими людьми, Путиным и Лукашенко, не может быть ничего срочного. Ну, не может быть. Ну, слушайте, они каждый день там созваниваются, как только им надо, просто набирают все. То есть это не чрезвычайные обстоятельства. Ничего не случилось. Мы не ударили неожиданно по аэродрому или по НПЗ. А значит, все вот это, все переговоры, ширма для другого. Вот это я вам скажу. Это ширма для совершенно других историй. И все, что там сейчас обсуждают военные эксперты на тему там ядерной, не ядерной, вот сейчас неважно, не в этом история. Сейчас есть всего одна критическая, срочная, важная история. Это события в Москве, в городе Героя Москва, как они сами себя называют. Это разгон Министерства обороны, разгон Генштаба России, которым руководит этим разгон Белоусов. И который сам по себе этот разгон, эти посадки, допросы, это же каждый день, это же цепочка каждый день. Вот сегодня опять приводили Попова пытаться отпустить под домашний арест, ему не разрешили отпускаться под домашний арест. Опять очередные разоблачения сливаются каждый день, каждый день. И это точка неустойчивости для Путина. Он понимает, что каждый день, ну, он разгоняет организацию, у которой треть российских денег, 110 миллиардов долларов она ими распоряжается, которая там 12 лет формировалась под командованием Шойгу, 12 лет строилась эта система, а ему сейчас надо ее разогнать силами Белоусова и каких-то других людей. Причем еще и без содействия, возможно, Патрушева, потому что Патрушев как раз-таки тоже уволен. И Путин не хочет рисковать, ему гораздо логичнее, когда, например, он узнает, что сегодня будут аресты, он садится в самолет и улетает к Лукашенко. Лукашенко – это его надежный друг и партнер, Лукашенко спас его от Пригожина, он поэтому летит к Лукашенко. И посмотрите на тайминг, что происходило. 23.00 прилетает Путин к Лукашенко в четверг, 23.00 тоже государственные визиты, 23.00, когда летите, ну я понимаю, если бы вы летите из Японии в Сан-Франциско. Нет, вы летите из Москвы в Минск. Значит, а потом только на следующий день прилетает делегация Лавров, там, Белоусов, а потом к обеду подтягивается Янукович. Вот что это такое все? Это все называется штаб заговорщиков. Мне это представляется как штаб заговорщиков на территории Минска. Заговорщиков в смысле людей, которые совершают прямо сейчас переворот в Москве. Ну переворот в каком смысле? Не революцию, свергают Путина, я сейчас и не веду, а внедряют, ну вот я это назвал, даже термин я придумал, НВП. Помните, был НЭП, новая экономическая политика, а у них новая военная политика, НВП. Так в школе называлось НВП, начальная военная подготовка. Поэтому новая военная политика, чтобы ее внедрить, это очень сложное мероприятие, в котором очень много рисков. Ну потому что риски буквально с любых сторон. Их надо, вот этот риск менеджмент должен быть уровнем Бога. И Путин в таких ситуациях же на всякий случай прячется. Как он прятался, когда ехал Пригожин, он же спрятался сразу. Как он прятался, когда утонула подводная лодка Курск, он прячется во всех непонятных ситуациях. Сейчас непонятная ситуация. Он же поэтому даже в Москву не полетел из Минска, заметили? В Ташкент полетел. В Москву не полетел, полетел в Ташкент. На два дня. А что ему так, два дня прям в Ташкенте, прям есть что делать? На два дня в Ташкент, в великую плотковую державу. И там же еще заявили, когда Путин летал, он за время нашей войны несколько раз был в Узбекистане, но он всегда был в Самарканде. А сейчас не был в Самарканде. А чем знаменит Самарканд? Самарканд знаменит тем, что там, собственно, принимают сейчас все делегации, потому что там построили огромные государственные, правительственные. Вот там два часа СД от Ташкента до Самарканда. Но построили специальный правительственный комплекс, который называется «Шелковый путь». И там все большие делегации, саммит и шоссы и так далее. Но в этот раз сказал, прям Песков сказал, он никуда не поедет из Ташкента. То есть, мне кажется, что это какие-то меры безопасности, повышенные, я бы так назвал, это повышенные меры безопасности. Типа лишнее перемещение в Самарканд, но его лучше не будем рисковать. Вот и все, мне кажется, так. Интересно. Спасибо большое. Вообще, несерьезно сейчас дадам вопрос нашим зрителям. Вы сказали, Михаил, НВП, начальная военная подготовка, правильно так называлось? Да. А в Украине, кстати, называлось у половины моих знакомых друзей, одноклассников НВП, а у второй половины называлось ДПЮ. Это допризывная подготовка юноши, юноки в Украине. Вот. В комментариях напишите, у вас как назывался? Мне просто интересно. Вот опять этот подраздел такой, потому что у одних НВП, у других ДПЮ. Это, наверное, по возрасту было, потому что НВП было раньше, по-моему, чем ДПЮ, в смысле, насколько я понимаю. Ну, когда я учился... Как один предмет, просто он назывался по-разному, в разных школах. В разных школах, я понял. Я-то учился на НВП, поэтому я умею разбирать автомат Калашникова за 9 секунд и собирать за 19. Вот. А мы, кстати, не разбирали. У нас было... Мы бросали гранату, и у нас был тир в подвале школы. Мы стреляли там, потому что по одному патрону, ну... И герянные гранаты. Так, идем дальше. Интересная новость, которую сейчас тоже громко обсуждает. Но вот насколько она реализуема, и о том ли там речь идет, что в заголовке. Как сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники, НАТО обсуждает возможность взять под защиту НЕПА над Западом Украины. По информации Bild, некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины. За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против США и Германия окончательных решений пока нет. Вот из заголовка как бы речь идет, что небо над Западом Украины. То есть, по сути, то, что делали западные союзники в небе над Израилем. Вот так хочется понимать эту новость. Михаил, правильно ли? Нет ли здесь какого-то кликбейта, что ли? Ну, это правда, что они это обсуждают. Это уже много откуда вытекало, проистекало, вслух озвучивалось, в том числе, по-моему, лидерами Польши, министром иностранных дел, по-моему. Из Литвы это озвучивалось. То есть, какие-то страны это прямо озвучивали, Великобритания озвучила эту идею. Но точно, что в НАТО нет согласия. Тоже известно, опять-таки, Шольц прямо сказал нет. США, ну, прямого ответа мы не слышали, но, насколько мы понимаем, тоже отказывается. То есть, в рамках вот именно НАТО это очень маловероятно, что это произойдет. Кстати, чуть ли не поэтому Орбан говорит, что мы сейчас выйдем из НАТО, потому что вы, похоже, в войну собрались вступать. Это то, что Орбан сказал в конце прошлой недели. Поэтому консенсуса нет. Но есть надежда на другое у меня, теоретически. Вот то, что сделала Франция, привела своих инструкторов, то могут сделать несколько стран НАТО по отдельности, просто по своей инициативе они имеют полное право. Имеется в виду, что если это будет Великобритания, Польша, Литва, кто-то еще. Но тут, конечно, есть нюанс. Германия и США – это две главные страны по ПВО. Именно у них их следствия ПВО наиболее эффективны пока. Есть еще Швеция, есть Великобритания, ну, из тех, кто поставляет нам ПВО Норвегия, по-моему. То есть какие-то, да, что-то, да. Но пока они не готовы. Они, мне кажется, вообще, мы достаточно близки к некоторым прорывам. К прорыву под названием «Нам разрешат бить по территории Российской Федерации». Мы близки, правда. К прорыву мы будем сбивать ракеты над Западной Украиной. Мы к этому близки. Но это не сегодняшнего дня. Вот, мне кажется, даже порядок, да. Сначала нам разрешат бить по территории России, только потом начнут сбивать ракеты над Западной Украиной. Вспомнил я уже Израиль, приводил как пример. И сейчас несколько блоков хочу посвятить именно этому государству. Армия обороны Израиля в воскресенье, 26 мая, заявила, что боевики группы «Роке Хамас» выпустили 8 ракет по Израилю из района Рафак, всех три газа. Израильская армия заявила, что в результате авиаударов, нанесенных вечером в воскресенье, через несколько часов после ракетного обстрела Тель-Авива, были убиты два высокопоставленных боевика «Хамас», и что она расследует сообщение о гибели гражданских лиц в результате пожара. Там еще есть новость про перестрелку между Египтом и Израилем. Об этом я хотел отдельно поговорить. А вот развитие событий в секторе газа хотел бы, Михаил, попросить вас рассказать. Да, тут даже мне не нужно сообщение армии обороны Израиля. Я вчера с друзьями с Тель-Авивским разговаривал, к ним прилетело. Действительно, вчера, ну, они уже привыкли, но все-таки война идет 200 уже с лишним дней там тоже. Но это был перерыв достаточно долгий, когда хамасовцы не могли стрелять именно по центру страны. Они стреляют по прилежащим там городам, но это не прилетало до центра. Вот сейчас впервые за месяц-полтора туда прилетело. И мне кажется, что это же, знаете, какое наглядное доказательство правоты Израиля в споре с администрацией Байдена. То есть администрация Байдена сегодня говорит, ребята, Израиль, типа не входите в рафах, ну, в рафах как он называет, не входите в рафах, потому что там слишком много беженцев, слишком много будет погибших гражданских лиц там и так далее, collateral damage. Израиль говорит, мы не можем, мы не можем остановиться, потому что, не, не потому что мы не можем остановиться, в смысле, потому что мы разошлись, а мы не можем остановить эту операцию, потому что иначе она обессмысливает все остальное. Там спрятался, там спрятался Хамас, который мы громим, он спрятался именно там. И мы обязаны туда зайти. Американцы уже, Байден же там сказал, мы не будем поставлять вам бомбы, если вы будете заходить в рафах. И вдруг вот именно из рафаха стреляют. То есть Хамас как будто специально хотел показать, да-да-да, мы здесь, мы здесь, ау, ничего не закончилось, мы здесь. Ну какие же нужны доказательства того, что нет шанса обеспечить безопасность Израиля от Хамаса, хотя не в целом безопасность от всего, а от сектора газа и от Хамаса, не уничтожив последние батальоны Хамаса, которые прямо сейчас прячутся. Вот факт в рафахе, это никто не скрывает. Ну теперь настолько уж никто не скрывает. Вот и все. Так, прежде чем я продолжу, я хочу объяснить и попросить Михаила вас, объяснить зрителям, что если вдруг так случится, что у меня закончится интернет, а у нас такое, к сожалению, сейчас бывает, то, Михаил, я вас попрошу тогда поблагодарить зрителей и попрощаться, если уж такое случится. Я надеюсь... Да, я понимаю. Ну, я могу ответить только о ловерде тем же самым, потому что у меня сегодня свет отключали, вот тоже можно отключиться в любой момент. Да-да, нет, меня тоже отключали, и все было подготовлено на момент, у меня все заряжено, все это, но вот всякие случаи бывают, поэтому... И, дорогой зритель, вы у нас тоже простите, если... Ну вот в таких условиях... Мы ни в коем случае, я не жалуюсь, я знаю, что есть люди, которым гораздо хуже, и тут никаких не может быть. Поэтому... Ну вот есть такие условия, мы к ним уже привыкли. Ничего такого тут экстраординарного. Значит, еще одна информация про Израиль. На КП Рафиах, правильно, да, говорить, произошла перестрелка между солдатами Египта и Израиля. Как сообщает Радио Свобода, один египетский солдат убит, несколько получили ранения в результате перестрелки с израильскими военными на КПП границы Египта и сектора Газа. Среди израильтян потерь нет. Каир обвинил в инциденте Израиля. Официальные лица сообщили, что стрельбу начали израильские солдаты. Израиль, в свою очередь, утверждает, что египетские солдаты открыли огонь по грузовику, перевозившему солдат израильской армии. Израильтяне открыли ответный огонь. Может ли это стать причиной конфликта Египта и Израиля, эскалации этого конфликта, или нет? Нет, вообще нет. Вы правильно говорите, Рафах, потому что международные транскрипции Рафах говорят, это в Израиле на иврите Рафех, поэтому я так... Нет, не может, конечно. Очевидно, что это некое недоразумение. Там очень напряженная обстановка на этом КПП, потому что там пытаются пробиться, прорваться хамасовцы, собственно, в Египет, в огромных количествах промышленных. Они копают подкопы, туннели подземные. Там прорыты подземные туннели, например, с которыми Израиль-то борется. В частности, вот из Рафаха прорыты подземные туннели в Египет, по которым автомобили ездят, автомобили ездят. И это самодельные туннели, и у него не было проекта или что-то. Это просто люди прорыли, прорыли руками, отбойными молотками туннели. Они продают билеты для автомобилей и подают в эти туннели. И ты выезжаешь в пустыню в Египте, и дальше там уже разбираешься. А в Египте как к этому относятся? В Египте плохо к этому относятся, но Египет – огромная стомиллионная страна, в которой можно раствориться буквально в этом смысле. Там, ну, это огромная территория, там ты попадаешь в такое место, малонаселенное, в общем, после этой границы сектора газа. И там это количество проникающих туда нелегалов, это тоже безумное количество. Египет отказывается, естественно, их пускать. Вот. Там у них есть прием какой-то группы беженцев, ну, по каким-то очень гуманитарным соображениям они кого-то принимают. Ну, так просто, конечно, нельзя. И во всей этой сутолоке, скажем так, ну, вот смотрите, через это КПП, вот я читал статистику буквально там, пятнадцать, помню, за день четыреста с чем-то грузовиков с гуманитарной помощью, четыреста с чем-то грузовиков, они все принадлежат кому-то разному. То есть вот это Красный Крест, а вот это там Красный Палуни, а это американцы, а это еще кто-то. И ты каждого, ну, израильтяне всех проверяют, потому что они всех подозревают, что это Хамас. И тут же стоят и египетские военные. То есть это Вавилон, там сейчас Вавилон творится, конечно. В городе Рафах сейчас больше миллиона человек. И то, что до войны там проживало 150 тысяч. Представься, да, как напихали. И это люди, которые приехали со всеми вещами, со всеми детьми, со всем-всем-всем, потому что просто ничего другого нет. В смысле все остальное, в Газе ничего не осталось. В Газе нет города Газа фактически. Он здесь продырявлен. Каждый дом, вот каждый, в каждом доме проделана дырка в стене, чтобы проверить, нет ли там Хамаса. В каждом доме вниз прорыто, чтобы проверить, нет ли там подземного хода и так далее. То есть там этим людям больше миллиона человек. Почему сбрасывают, вот вы видели эти кадры, наверняка как сбрасывают с парашютов, с парашютов гуманитарную помощь. Почему? Да потому что это муравейник, который не пробится, туда нельзя взять, приехать вот так. И не хватает этих грузовиков, и всего этого не хватает. Вопрос даже не в финансах. То есть это вот, сейчас весь мир готов помогать этим людям и оплачивать любую там еду, питье, лекарства. Но в логистике, которую невозможно обеспечить, там анекдотичная ситуация была сейчас, ну такая, американцы притащили какой-то плавучий причал целый, чтобы поставить его, причалить его там вот к Газе, рядом с Рафахом, и через него причаливать, значит, гуманитарную помощь. Ну, в этом была идея. Они его построили, как-то привезли в Израиль, я не знаю, как они его доставляли, военными самолетами собирали, что-то такое. И в порту Аждода, они, значит, из него начали буксировать этот причал туда в Газу. Ну там сколько от Аждода? Километров сто, наверное, грубо говоря, может чуть больше. И он улетел, уплыл, потому что был шторм, его оторвало, его выбросило на берег на Аждод этот причал. То есть там, ну там правда это все смешно, но это очень сложно, эта гуманитарная ситуация сложная. Это знаете, как вот было в Африке до Билла Гейтса, помните? Это сейчас, там есть Билл Гейтс, который помог Африке избавиться от этой проблемы, а, например, проблем воды, что в Африке умирало огромное количество людей, потому что нет воды и так далее. Билл Гейтс вот проблему решил своими деньгами. Но вот сейчас это пытаются решить в Газе. Вот. Поэтому вся эта перестрелка, это инцидент одноразовый. Я уверен, что все друг... Ну, я уверен, что Израиль извинится за там убитого египетского солдата, выплатит компенсацию, безусловно, и ничего там плохого не будет. Сегодня в социальных сетях видел тоже, значит, что какой-то рынок в секторе газа, по крайней мере, так подписан этот видеоряд, и там какое-то огромное количество фруктов и с подписью, что вот, значит, а вы говорите, что тут гуманитарный кризис, а вот это все сюда передается бесплатно, а потом вот тут перепродается. А вот из ваших источников, что говорят, какая там реальная ситуация? Это так и есть, передается бесплатно, там перепродается. Это как где, в какой стране мира они торговали гуманитарной помощью? Ну, серьезно. Но когда она бесплатно раздается, она потом торгуется. Это было в каком-нибудь 90-м году в Советском Союзе на моих глазах. Слушайте, я то покупал, я не продавал гуманитарную помощь, но я ее покупал. Это факт. Все это американскую тушенку мне продавали с грузовика, так сказать, по ночам, я помню, по ночам. Это я сам все в 90-м году, да, покупал гуманитарную помощь в Ленинграде. Вот. Поэтому в секторе газа то же самое. Просто вопрос, чтобы на всех хватило. Это же вопрос того, что это еще раз качество, медицина. Там больше, я думаю, вода свежая. Там ни один человек не умер от голода. Это факт. Там никто не умер от голода. Но от плохого медицинского обеспечения так вполне. Там же нет больницы. Вы представьте себе город, в котором 150 тысяч, он рассчитан на 150 тысяч. И поликлиника рассчитана на 150 тысяч. А центральная больница находится не там. Находится она в газе, или там в Фарюносе. И, соответственно, в случаях тяжелых человека везут в газу. Ну, логично, да? Учитывая, что до газа 30 километров. В смысле, это же все мы говорим. Мы говорим про кусок земли в 40 километров. Мы говорим про, между прочим, сектор газа меньше, чем Киев. По площади он меньше, чем Киев. То есть вот весь сектор. Не город, а весь сектор. Вот представьте себе, что, не знаю, Троенщина оказалась вот в такой ситуации. Ну, Троенщины нет достаточно количества больниц, по каким-то случаям. И туда, в Троенщину, съехался весь Киев жить. Вдруг. Вот прямо сейчас. Все приехали туда жить. А больниц нет других. Вот что там начнется, представляете себе? Вот это... Ну, кстати, да. Вот Теснянский район, который состоит из Троенщины и лесного массива, он как раз суммарно составляет 300 тысяч человек. То есть, где-то если пополам, как раз Троенщина где-то плюс 150 тысяч, плюс минус, может, чуть больше. Субтитры создавал DimaTorzok